Лебедь Анатолий Вячеславович. Офицер 45-го отдельного гвардейского орденов Кутузова и Александра Невского разведывательного полка специального назначения, гвардии подполковник спецназа ВДВ, герой Российской Федерации, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени. Анатолий Вячеславович родился 10 мая 1963 года в городе Валга Эстонской ССР. Отец Анатолия, Вячеслав Андреевич Лебедь, прошел всю Великую Отечественную войну. Служил на Северном флоте, а во время Сталинградской битвы в морской пехоте. Военное прошлое отца стало одной из основных причин, подтолкнувших молодого Анатолия к службе в армии. Во время обучения в ПТУ Анатолий активно занимался парашютным спортом в местной школе ДОСАВ. К окончанию училища на его счету было порядка 300 прыжков. Не сумев поступить в Борисоглебское летное училище, Лебедь устроился слесарем-ремонтником на ремонтно-механический завод, откуда 3 ноября 1981 года был призван на срочную службу. Присягу принимал в 44-й учебной дивизии ВДВ, которая находилась в поселке Гайжунай Литовской ССР. Служил в должности командира отделения, командира боевой машины в 57-й отдельной десантно-штурмовой бригаде в поселке Актагай Талды Курганской области Казахской ССР. В 1986 году окончил Ломоносовское военное авиационное техническое училище в звании лейтенанта. Был распределен в 307-й вертолетный полк Забайкальского военного округа, но вскоре был направлен в Туркестанский военный округ, где 6 месяцев готовили к выполнению задач в условиях специфического климата Афганистана. С 25 апреля 1987 года воевал в Афганистане в составе 239-й отдельной вертолетной эскадрильи ВВС 40-й общевойсковой армии. Совершал боевые вылеты в качестве борттехники вертолета Ми-8 в экипаже Николая Майданова. За полтора года в Афганистане Лебедь участвовал в эвакуации раненых, поиске и уничтожении караванов с оружием с воздуха, захвате боеприпасов и снаряжения противника в наземных операциях. Позже служил в группе советских войск в Германии, Забайкальском и Сибирском военных округах, в 329-м транспортно-боевом вертолетном полку и 337-м отдельном вертолетном полку. В 1994 году уволился в запас, работал в фонде ветеранов Афганистана в Подмосковье. В 1995 году пошел добровольцем воевать на Балканах за сербов, но об этом периоде жизни никогда не рассказывал. С ноября 1999 года участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе. Купив всю необходимую экипировку, полетел в Махачкалу добровольцев для защиты Дагестана от нападения боевиков. Был прикомандирован к сводному милицейскому отряду. Когда военная операция переместилась на территорию Чеченской республики, он отправился в Москву и заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, после чего снова вернулся на войну в звании старшего лейтенанта. Служил заместителем командира разведывательной группы 218-го батальона 45-го отдельного полка специального назначения ВДВ в районе Гудермеса, Аргуна, пригородах Грозного в Веденском районе. 25 июня 2003 года в горах под Улу с Кертом Анатолий Лебедь подорвался на Мини в Аргунском ущелье, в результате чего ему была ампутирована правая ступня. Командование пошло навстречу боевому офицеру и разрешило продолжить службу с протезом. 9 января 2005 года лично уничтожил трех боевиков в неравном бою и тем самым спас своих раненых товарищей. В одном из последующих боев 24 января собственным телом закрыл раненого рядового от выстрела из гранатомета. Получил легкое осколочное ранение в поясницу, продолжил командовать головным дозором. В результате того боя была захвачена база боевиков и уничтожен связной Шамиля Басаева. Указом президента Российской Федерации от 6 апреля 2005 года за мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга в Северокавказском регионе, капитану Лебедю Анатолию Вячеславовичу было присвоено звание Героя Российской Федерации. В 2008 году участвовал в боевых действиях с Грузией на Абхазском направлении. Был в составе группы, захватившей военно-морскую базу в Поти и потопившей катера грузинских ВМС. За успешное выполнение заданий удостоился стать кавалером Ордена Святого Георгия 4 степени, вторым после командующего войсками Северокавказского военного округа Сергея Макарова. Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев во время церемонии награждения 1 октября 2008 года сказал, среди нас также находится офицер спецназа воздушно-десантных войск, герой Российской Федерации Анатолий Вячеславович Лебедь. При проведении боевых операций он находился на острии атаки и неизменно демонстрировал примеры личного мужества. 27 апреля 2012 года Анатолий Лебедь разбился перед воротами парка Сокольники в Москве, попав в ДТП. Авария произошла около 17.45 на пересечении Богородского шоссе с Майским проспектом и Оленьим проездом. Лебедь не справился с управлением мотоцикла и врезался в бордюр. От полученных ранений он скончался на месте. Похоронен на аллее Героев Преображенского кладбища в Москве. В 2013 году на могиле десантника был установлен памятник. В честь Анатолия Лебеди в разных городах страны проводятся турниры по армейскому рукопашному бою и смешанным единоборствам. В память об Анатолии Лебеди Союзом десантников России была учреждена медаль Анатолий Лебедь.